Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня у нас в гостях первый заместитель директора Люберецкого техникума имени Героя Советского Союза, лётчика-космонавта Юрия Алексеевича Гагарина Андрея Васильевича Корнеева. Здравствуйте, Андрей Васильевич! Добрый день! Сейчас время такое, сентябрь, оно сложное, наверное, для всех людей, которые занимаются образованием, потому что только-только начинается новый учебный год. Те ребята, которые уже... Я беру и школы здесь, и институт, и высшие учебные заведения, и средние. То есть идёт такой процесс настройки, что ли. То есть вся нормальная жизнь начнётся с 1 октября. Тем не менее, безусловно, и летом вы работали перед тем, как распахнуть двери, перед новыми, наверное, прежде всего, абитуриентами, которые становятся уже учащимися. Как в этом году проходил набор? Кого взяли? Насколько народ готов идти в техникум? За последние годы выпускники школ идут в техникум осознанно для того, чтобы наработать практику, познакомиться с работодателем, увидеть профессию не теоретически, как это в ВУЗе происходит, а практически. И в ВУЗ они уже приходят более подготовленные, чем выпускники 11 класса. Ну и в хорошем смысле слова узконаправленные на конкретные уже поставленные задачи, которые они перед собой ставят, и в свою очередь перед ними уже ставят будущий возможный работодатель. И я так понимаю, что у вас эта система подготовлена, и когда вы, скажем так, агитируете перед ребятами, что приходите к нам, они на это, что называется, и идут, потому что есть возможность познакомиться с какими-то реальными профессиональными. Да, в течение года мы проводим неоткрытых дверей, выходим непосредственно в школу, приглашаем на свои площадки. Приходят вообще родители, дети? Охотно идут. Особенно охотно идут, когда мы показываем мастер-классы, где они могут попробовать руками свою будущую профессию. Очень зрелищно это беспилотники, управление беспилотниками, сборка, тренажеры, вождение, то же самое, клепка, если берем производство обслуживания авиационной техники. Те же повара, допустим, могут попробовать расписывать пряники, если это кондитерское дело, сделать цветную пасту, ручную работу, так скажем. Хорошо, а какие вот направления у вас на сегодняшний день? Мы прекрасно знаем, что техникум, а я знаю это еще хорошо, потому что мы готовим фильм про как раз то время, когда Юрий Алексеевич учился в городском круге Люберц, и мы, я лично изучал историю техникума, очень такая у него, столько было, скажем так, начальников на этапе Советского Союза, я имею в виду начальников министерств и прочего, переходил из руки в руки, но тем не менее, сколько кануло в лету, а вот Люберецкий техникум, который начинался, ну, одна из его частей как училище, работает до сих пор и приносит пользу, и, собственно говоря, что очень важно, работает в том направлении, которое на сегодняшний день, но мы чувствуем, что оно необходимо. Так вот, какие у вас там есть специальности на сегодняшний день, куда вы приглашаете ребят? Ну, вот вы уже затронули историю, да? Люберецкий район – это родина вертолетостроения, поэтому ведущими направлениями у нас является производство и обслуживание авиационной техники, это традиционное наше направление, здесь мы сотрудничаем, это НПП «Звезда», вертолеты России, Хиливерт, Милькамов, которые сейчас реорганизованы в Национальный вертолетный центр. Помимо этого мы открываем новые совершенно направления, такие как эксплуатация беспилотных авиационных систем. В Красково у нас сделаны открытые новые мастерские, которые мы выиграли по федеральному гранту, это внешнее пилотирование и электромонтаж оборудования летательных аппаратов. Мастерские сейчас загружены полностью, у них учатся и студенты, и школьники городского округа Люберцы, которые в рамках проекта «Путевка в жизнь» вместе с аттестатом. Ну, и мы и так понимаем, что потом кто-то из этих школьников, скорее всего, к вам и перейдет, опять-таки, будучи студентом-взрослым. Да, они пробуют себя, вот в течение двух лет они осваивают рабочую профессию, получают свидетельства, и многие из них уже осознанно понимают, что, да, это их, и приходят на специальность уже за получение диплома о среднем профессиональном образовании. Так, что еще? Помимо этого у нас реализуются информационные системы и программирование. Техникум вошел в федеральный проект, это профессионалитет, это новая образовательная технология, призванная сотрудничать с средним образовательным учреждением более тесно с работодателями. Происходит сокращение сроков обучения, но при этом интенсивность и качество образования не падает. На втором курсе они могут уже трудоустраиваться непосредственно к будущему работодателю, что сокращает срок привыкания их на рабочем месте, когда они приходят уже работать, и, соответственно, получают зарплату. Ну да, и они как бы уже прикладывают и знания, и возможности на конкретном примере, то есть даже уже не практика, а прям конкретное такое... Конкретное производство. Производство, да. А сколько учатся сейчас в техникуме? Какова система вообще? В техникуме у нас обучаются около двух тысяч студентов. Не, не, я имею в виду не про студентов, да, а по времени, да. По времени, все зависит от того, какое направление выбрали. Если это профессия, то, как правило, это два года и десять месяцев. Если специальность, то это три года и десять месяцев. Ну, то есть специальность больше. Специальность больше, потому что он предполагает получение не только диплома, о среднем профессиональном образовании, но и свидетельство о должности рабочего и служащего. Ну и Коль, вы сказали, две тысячи студентов, да, у вас? Это как бы на круг, да? Потом же кто-то выпускается, и новые приходят. Да, да, да. Вот вы же ведете какую-то статистику? Бывают разные годы, разные наборы. Вы сказали, что люди идут охотно. То есть она статистика примерно постоянная, или все-таки бывают какие-то годы, когда больше идут в институты, или, например, в институты идут после кончания среднего образования. Либо все время вы чувствуете какой-то процент повышения желающих, которые приходят к вам. Процент повышения, наверное, последние пять лет есть. Число выпускников девятых классов, если мы берем в школу, увеличивается. Поэтому конкурс растет. Конкурс примерно от четырех до восьми человек на место. А как проходит конкурс? Что нужно сдать ребенку, чтобы попасть к вам? По закону образования мы проводим конкурс, это средний балл аттестата. Достаточно подать через РПГУ документы, их принимают, и человек участвует фактически в конкурсе. Средний балл аттестата. За исключением только двух направлений. Это парикмахерское искусство и пожарная безопасность. Там еще дополнительные испытания предусмотрены. Сколько всего специальностей сейчас в техникуме? 27. 27, потому что мы назвали, как вы понимаете, такие основные, которые звучащие. Но видите, даже и парикмахерское искусство есть. То есть, сделано это для того, чтобы, если ребенок принимает решение вместе с родителями, то уже он может попробовать себя в различных сферах. Не в каком-то там узком направлении, как, может быть, раньше было, там есть техникум какой-то, не знаю, там, юридический. Значит, все только в этом направлении, я условно говорю. А у вас широкая гамма, да, где можно себя найти. Да, исторически так сложилось, что техникум многопрофильный. И работает на регион нашей Московской области и на Люберецкий городской округ. А кто понимает решение об этих профилях? И они пополняются, сокращаются или как бы они постоянно работают? В зависимости от того, как вот результаты мониторинга рынка труда, кто востребован, да, какие направления специальности востребованы, кого хотят видеть работодатели. Мы каждый год подаем заявки, чтобы нам дали контрольные цифры приема Министерства образования на те или иные направления. Соответственно, мы регулируем сами, опираясь на рынок труда, в первую очередь. Но я так понимаю, что основная задача, которая у вас стоит, это трудоустройство, да, то есть дети, заканчивая или во время, как мы уже выяснили, даже обучения, уже получают зарплату, работают. И, как известно, всегда любое учебное заведение, оно ценится тем, кем становятся его выпускники. То есть вы как-то следите за судьбой того, кто выпустился, и насколько ребята действительно трудоустраиваются или во время обучения, или сразу после обучения по тем механизмам, которые у вас прописаны? Мы отслеживаем студентов, наших выпускников, на протяжении двух лет после того, как они окончили учебное заведение. Связано это с тем, что юноши идут в армию, поэтому до того, как они идут в армию, они уже знают свое предполагаемое рабочее место. Кто-то подписывает отстрочный трудовой договор, кто-то кого-то ждут просто. После армии они приходят, трудоустраиваются, и мы еще год отслеживаем. Если это девушки касается, то на протяжении двух лет мы отслеживаем, где они трудоустроились, какие у них идут отчисления непосредственно, то есть уровень заработной платы, чтобы нам понимать, кто востребован, а кто не востребован. Ну и в какой-то степени это же тоже для вас хороший повод размышления, насколько удачно подготовлены. Для анализа, чтобы понимать, что о техникуме знают, техникум востребован, поэтому каждый год... Ну еще такой вопрос, мы начали вот со специальности таких мальчуковых, что называется, но вдруг неожиданно там парикмахерское искусство, кулинарное, назовем его так, дело, то есть я так понимаю, повар, да, ну как же без повара, это святое дело, повар-кондитер. Мальчики-девочки, соответственно, или здесь вы не ведете такую статистику? У кого больше-то? Кто больше готов уйти после неполного среднего образования? Ну все зависит от профессии, до специальности, но 50 на 50, так скажем. 50 на 50, да? Да, если это пожарная безопасность, то понятно, что здесь юношей больше, хотя и девушек бывает до 5-7 человек в группе, вот, хотя, как казалось бы, это не романтическая профессия, да, сопряженность опасности. Ну почему? Как-то романтика здесь присутствует. Романтика есть, но и опасность присутствует, все-таки это не женская. То есть романтика со стороны, да? Да, романтика. Во время работы, да, да. Вот, а так вот повар-кондитер и юноши, и девушек поровну. Вот во второй части мы поговорим о важном, потому что техникум участвует в национальных проектах, значит, там поговорим о работах мастерских, еще более подробно о молодых профессионалах, потому что техникум участвует тоже в этом проекте. То есть здесь все вокруг слова профессионал завязано, это очень важно, потому что городской округ Люберцы, тут как бы и Москва рядом, но с другой стороны, я так понимаю, что к вам могут приехать и люди, которые не находятся в городском округе Люберцы, да? То есть вы принимаете, в общем-то, всех граждан Российской Федерации? Да, совершенно правильно. И откуда приезжают? Приезжают... Карта, так скажем. Практически вся наша территория, за исключением только Калининграда, вот еще оттуда не было студентов. А так? И хорошо, но это же стоит сразу вопрос общежития, какие-то условия, которые созданы для, в общем-то, еще детей. Ну, к сожалению, у техникума так сложилось и общежития нету, поэтому они подыскивают себе жилье либо у родственников, либо как-то снимают, вот. А так география очень обширна. А не ставился вопрос о появлении общежития или нет? Ну, я не имею в виду конкретно, значит, Люберецкий техникум, а вообще система образования? Ну, вы же видите, что в последние годы система образования развивается активно, да? Реорганизуется, вкладываются деньги. Может, дойдет дело и до того, чтобы, да, обеспечить... Тогда вообще все приедут. Ну, будем надеяться. Да, территорию. Ну, напомню вам, что у нас в студии первый заместитель директора Люберецкого техникума имени Герой Советского Союза, летчика-космонавта Юлия Алексеевича Гагарина Андрей Корнеев. А во второй части мы узнаем о том, почему такой популярностью, как мы выяснили, пользуется техникум, а какие сейчас... как он участвует, скажем так, во внешней жизни, потому что очень важно для ребят не просто где-то там внутри себя, да, существовать, но еще и участвовать в фестивалях, всевозможных конкурсах. Ну, это же тоже студенческая жизнь. Она и в высшем образовании присутствует, и в среднем. Так что дождитесь продолжения программы «Открытый диалог». Напомню, что эта программа «Открытый диалог» у нас в гостях первый заместитель директора Люберецкого техникума имени Герой Советского Союза, летчика-космонавта Юлия Алексеевича Гагарина Андрей Васильевич Корнеев. Итак, мы выяснили, что ребята идут, причем 50 на 50 примерно и девчонки, и парни, они идут с явной целью получить уже какие-то профессиональные навыки, будучи еще фактически совсем детьми, но незаметно могут превратиться уже в профессионалы. Вот это, наверное, ключевое слово. Вот давайте мы поговорим о национальных проектах. Каким образом вы в них принимаете участие? Ну, вот национальный проект, да, одна из составляющих – это молодые профессионалы. То есть понятно, что с теми профессионалами, которые работают на производстве, выпускник еще не готов тягаться. Поэтому молодые профессионалы. Здесь у нас традиционно представлено производство обслуживания авиационной техники, эксплуатация беспилотных авиационных систем. И у нас неплохие результаты. У нас есть и золотые чемпионы национальных финалов, как по обслуживанию авиационной техники, так и по беспилотникам. А как это вот проходит? Я так понимаю, что это же какой-то техникум, где-то в разных уголках объявляется какой-то фестиваль, конкурс, где-то они собираются, как-то это все демонстрируют. Если вот мы говорим про молодые профессиональные движения, то проходит первый этап, это внутри техникума отбор. Когда студенты между собой соревнуются для того, чтобы выдвинуть кандидата региональный чемпионат. Проходит региональный чемпионат, а тут уже отбирается тройка самых сильнейших, которые готовятся для участия в рамках областной команды Московской области в нацифинале. И в нацифинале, как участвуют наши студенты, побеждают. Причем государство сейчас заботится таким образом, что помимо диплома, медалей, дается еще и денежное вознаграждение. Ага, то есть это даже еще и стимуляция такая. Стимулирование, да, финансовое. Поэтому... А как проходит? Ну, мы понимаем, что, видимо, приходит какая-то программа. Вы, так сказать, говорите, да, мы в ней участвуем. Вот определились. А что происходит в этом национальном финале? Идут какие-то соревнования, запускаются эти беспилотники, они как-то там должны их посадить. Да, у них есть определенные модули, где они должны найти неисправности беспилотного летательного аппарата, описать их правильно, всех их задекларировать, чтобы можно было проверить. В этот момент эксперты наблюдают со стороны, как ребенок работает на площадке, как он соблюдает охрану труда, проставляет баллы. Дальше они должны запрограммировать летательный аппарат. Он должен пролететь по определенной территории, взять груз, доставить его в нужное место или опустить в корзину попадания. Это тоже все оценивается, причем это оценивается на скорость. То есть он должен пролететь в маршрут определенный проложенный, по времени, не задев фишки. А также еще они занимаются тем, что должны груз, условно говоря, QR-код прочитать и положить его на определенную полку. Даже так? Да. Ну, то есть нам кажется, что такая игра приятная, интересная, а ведь это очень такая ответственная история. Ну, да, это ответственная история, потому что начинают они с простейших беспилотных летательных аппаратов, а заканчивают аппаратами, которые стоят под час, как квартира, хорошая машина, поэтому оборудование дорогостоящее. Хорошо. А как вы тренируете их здесь? Я так понимаю, что если примерно понятен механизм финала, то вы где-то здесь, какая должна быть площадка, где ребята могут с этими беспилотниками ошибаться и так далее. Наверное, ни один беспилотник, к сожалению, приходилось восстанавливать. Но, тем не менее, это же тренировки? Да, это тренировки каждодневные, разрабатывается график непосредственно как для регионального чемпионата, так и нацифинала, если мы проходим туда, где преподаватели, эксперты, наставники из числа студентов старших курсов отрабатывают те или иные вопросы, связанные с чемпионатным движением, в том числе и психологически, стресс-устойчивость, потому что руками бывает хорошо делает, но психологическое давление, вот это вот хождение по площадке посторонних лиц, это все отвлекает как-то студентов. А сколько вот участвует в финале? Три, четыре, пять? А все зависит от компетенций. А, то есть это еще распределено по компетенциям. Да, это распределено по компетенциям. Это может быть от пяти до десяти, потому что регион, который принимает, как правило, движение, он может выставить двух представителей от себя. Ну, то есть такое многоборье получается. Я думал, что если, например, один человек должен найти и неисправность, и все остальное сделать, а оказывается, можно как-то распределить эти функции. Нет, каждый из конкурсантов проходит свой модуль. Причем они их проходят одновременно. Вот дотводятся, допустим, на этот модуль 40 минут. Все, за 40 минут они должны уложиться. То есть если не уложился, то не уложился. Но он может на другом модуле выступить более удачно и обогнать своих соперников. Ну, мы сейчас говорим о, ну, таком, как бы, слово «беспилотник» сегодня, как мы понимаем, звучит. И это интересно. Это на игру немножко похоже на соревнования одновременно. И это участие в проекте «Молодые профессионалы». А проходит ли там, ну, я так понимаю, что в парикмахерском искусстве, наверное, свои проходят какие-то фестивали, конкурсы, да, на уровне ребят, которые могут там как-то показывать свои модели. Никто не отказывался от традиционных конкурсов профмастерства, которые мы проводим вместе с работодателями. Вот расскажите об этом, да, что это за конкурсы. Объявляется конкурс, допустим, там, техническо-обслуженный ремонт автомобилей, двигателей, систем агрегатов. Приглашаются наши люберецкие работодатели. Допустим, вот, хорошее отношение у нас с это «Союз» Люберецкая торгово-промышленная палата. Приглашаются в качестве членов жюри и непосредственные директора механики реального сектора экономики. Они разрабатывают конкурсное задание, условия для этого конкурса, тогда они студенты соревнуются между собой. Так, и что там нужно сделать? Отремонтировать двигатель? Да, отремонтировать, устранить. То есть послушать, что это у нас тут, почему он не заводится, да, и так далее. Ну, автомобили сейчас тоже высокотехнологичные, да. Да, но там еще их правильно сломать. Да, оборудование тоже здесь, поэтому нужно уметь и работать и на диагностическом оборудовании, иметь определенные навыки, потому что ошибка может дорого стоить. Ну, и так кулинарное, наверное, да, проходит? Да, и парикмахерское. Такой же схеме проходит и поварское кондитерское искусство, и парикмахерское искусство. Они также представлены в WorldSkills. А потом, я так понимаю, что ребятам идут не только вот, ну, в нашем понимании, так сказать, моральное удовлетворение, да, там диплом или, как вы сказали, даже уже есть кое-где и финансовая помощь, да, за победу. Но я так понимаю, что это их портфолио, да, которым потом они смогут представить, если у них будет стоять выбор между разными, например, компаниями того же ремонта оборудования или, например, кулинарного искусства, когда человек устраивается условно на работу, ему говорят, вот есть три ресторана, что у вас есть, покажите, что вы имеете. Да, безусловно. А у них уже есть какое-то портфолио до того, как они, естественно, ну, покажут своими руками, что они могут сделать. То есть такая система портфолио профессионального существует? Система такая существует, да, и работодатели год от года все больше к ней прибегают, потому что на самом деле диплом не дает всей картины ясности, какой специалист. И еще работодатели обращают огромное внимание так называемые компетенции по запросу работодателей. То есть техникум удовлетворяет это направление, что мы взяли, вы говорите, там, информационная система программирования, да, а нашему Ростелекому в этот момент нужен, там, я не знаю, программист, вот, на веб-дизайн, допустим. Соответственно, мы кооперируемся, принимаем заявку, разрабатывается программа, реализуется, и он уже к диполу получает еще одно свидетельство о том, что он... То есть правильно я понимаю, что у вас постоянный контакт с представителями тех или иных профессиональных направлений? Почему? Потому что и время все время идет вперед. Да, у них что-то меняется. А мы, ну, да, если сейчас абстрагироваться от всего, есть ощущение все-таки, что образование всегда чуть медленнее существует, да, в медленном таком темпе, потому что невозможно все время менять эту программу. Насколько вы успеваете подстраиваться под вызовы профессиональной времени? Программы каждый год перерабатываются, каждый год что-то добавляется, изменяется, появляются новые технологии, вот. А работодатели, о том, что вы говорите, вот мы привлекаем их, если в средние века мастером стать нужно было на суд мастеров шедевры разготовить, да, таких же работодателей, то работодатели у нас участвуют в учебном процессе. У нас 25% работодателей, преподавателей, это реальный сектор экономики. То есть мы их приглашаем для того, чтобы они как практики, а не теоретики, рассказывали студентам, показывали профессию изнутри. Помимо этого, они у нас ведут дипломные проекты и являются председателями итогов государственной комиссии. Вот давайте немножко поговорим, да, о вашем преподавательском составе, потому что это же такой ответственный момент, одно дело, когда мы говорим о ВУЗе, где ребята все-таки уже постарше и немножко как бы по-другому иногда относятся. И обучение там по разным направлениям, по-разному выстроено, то здесь все-таки поступают еще, ну, ребята, которые вот еще совсем вчера ребенком был. И тут я понимаю, психологически еще такой должен быть элемент, потому что не каждый преподаватель может стать наставником, да, тем более если он еще даже и профессионал, это надо, а, любить свою профессию, уметь быть в ней первым, что называется, и, во-вторых, передать ее правильно, да, учитывая особенности там ребенка и так далее. Как у вас выстроен процесс работы и с поиском преподавателей, с теми, кто уже сейчас преподает? Ну, если это общеобразовательный, берем преподатель дисциплин, то здесь намного все проще, да, ВУЗы их готовят в достаточном количестве, вот, если мы говорим уже про преподавателей специальных дисциплин и мастеров производства обучения, то мы обращаемся непосредственно к своим работодателям, вот, заинтересовываем, чтобы они нам дали специалисты, который может передать опыт, а уже в процессе работы в техникуме преподавателем он проходит переподготовку педагога, получает знания по педагогике, по психологии, вот, то, о чем вы говорили, как раз увлекая детей своими практическим опытом. Это, пожалуй, самое главное. Да, это самое главное, потому что человек чует профессию изнутри, он может им передать вкус этой профессии непосредственно. Ну, и есть такое волшебное слово и в УЗе, и, в общем-то, везде, и даже, по-моему, в школу, слово «практика». У вас, получается, постоянная практика, потому что у вас же как бы профессиональный подход. То есть, насколько ребята часто, ну, то есть, у некоторых людей до восприятия пришел, сел за парту и что-то там ему рассказывают, да, там, математика, русский язык и так далее. А есть практика, где встал у станка, и вот целый день он у станка, что-то делает. То есть, насколько соответствует вот нахождение за парты и в практическом плане, где больше находится чаще всего? Мы стараемся большую часть направить времени учебного, да, который находится в техникуме, это на практику, поскольку это самое главное, что развивает профессиональные компетенции, от 50 до 70 процентов. От 50 до 70 процентов. Ну, что я могу сказать, Андрей Васильевич, практика, на мой взгляд, всегда лучше. То есть, когда ребята это понимают, и если их еще и заинтересует, то уже не остановишь. Мне кажется, что они, если бы можно было, да, по закону, то они бы 24 часа этим занимались, теми же беспилотниками или теми же тортами, которые мы так все любим, а они должны научиться их делать правильно. Тем более сейчас, кстати, кулинарных шоу так много, что вот вам, пожалуйста, тоже выход, участвуй в проектах и показывай себя. Мы хотим пожелать вам, вашему коллективу, продолжать так активно работать, потому что у техникума, ну, в хорошем смысле слова, огромная история. Техникум знают многие, и мы уверены, что и впереди у вас много-много задач, чтобы с ними справиться, потому что ребята будут приходить, те вызовы, которые время нам предлагает, тоже нужно будет, ну, прямо скажем, обслуживать. Первый заместитель директора Люберецкого техникума «Героя Советского Союза» лётчика-космонавта Юрия Алексеевича Гагарина Андрей Васильевич Корнеев был гостем нашей программы. А это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания.